Добрый вечер! Меня зовут Александр Роздеев, я заканчиваю медицинский университет. И хочу сказать, что в медицинском университете действительно круто учиться. Это всегда было престижно. Правда, работать с врачом нет, но в медицинском университете действительно престижно учиться. Я поступил туда не случайно, мои родители тоже врачи, и они учили меня читать по медицинским адласам. Правда, гостей иногда смущало, что я читаю на латыни, из книги, раскрытой изображением черепа, и при свечах, но родители это веселило. Помимо того, что мои родители врачи, мой отец нарколог, и если вы приходили домой, и вас родители спрашивали, что ты пил, сколько пил, вы отвечали, один бокал пива и ложились спать, то, когда я приходил домой, я дул в трубочку. И уже отец говорил, что я пил, сколько я пил и с кем я пил. Я вот заканчиваю медицинский университет, скоро буду работать врачом, меня это несколько пугает. Особенно пугает, что это постоянная работа с людьми, причем больными людьми, причем это могут быть абсолютно разные. Например, придет к тебе такая типичная девушка, и ты ей, здравствуйте, на что жалуетесь? Ни на что. Вы же зачем-то сюда пришли? А вот ты такой умный самый, скажи. Девушка, либо четко формулируйте, зачем вы сюда пришли, какие жалобы, чтобы лить, либо уходите, не задерживайте очередь. Ага, а я так и знала, что у тебя очередь из таких, как я. Вот, помимо всего этого, я проработал год реанимации, даже уже больше. И я хочу приоткрыть несколько, не знаю, тайн, секретов, врачей и так далее. Медицинский почерк, все жалуются, что мы неразборчиво пишем. Ребят, и не должно быть понятно. Мы пишем историю болезни для прокурора. Прокурор должен читать, и пока первое предложение он прочтет, я должен дать на Колумы и садить помидоры. Вторая тайна, точнее, не тайна, это то, что меня беспокоит. Почему людям, которые находятся в коме, родственники приносят апельсины, цветы? У меня была одна бабушка-пациентка лет 90, и заботливые родственники принесли огромный букет роз, чтобы порадовать ее. Но так случилось грустно, что бабушка, так сказать, отошла. И я смотрю на бабушку, на букет, думаю, ну, нечетное число все равно уже не актуально для бабушки. Взял розочку, на следующий день девушке на свидание подарил, все нормально, все счастливы. Вот. Еще врачи должны быть аполитичны. Ну, на самом деле, меня очень беспокоят предшествующие выборы, которые сейчас будут. А, в принципе, насчет президента все более-менее понятно. Меня беспокоят именно выборы мэра Киева. Извините, на вы беспокоит. Меня беспокоит Виталий Кличко. Не для кого не секрет, что он пошел в политику, как пример взял себе Арнольда Шварценеггера. Но Арнольд Шварценеггер стал губернатором штата Калифорния. Кто-то когда-то слышал о проблеме в Калифорнии? Я очень сомневаюсь, чтобы выборная ситуация Шварценеггера была вот так. Мы поднимем субсидии в Беверли-Хиллз. Мы построим по детской площадке на Майами. И так далее. Мне кажется, что первый день Шварценеггера был примерно таким. Он приходит в свой кабинет, не знаю, штаб. Приходит его главный советник, губернатор Шварценеггер. Это ваш кабинет. Вы, в принципе, можете идти домой, отдыхать. Если вдруг апокалипсис, мы вас позовем. Уже решил заканчивать немного. А в завершение хотелось сказать, что чтобы выучиться на врача, стоит потратить около 1120 гривен, примерно так. Чтобы потом работать в месяц на зарплату 1200 гривен в месяц. У кого-то есть вообще вопросы, чтобы врачи туго с математикой? Спасибо. С вами был Александр Розеев. Будьте здоровы.